Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет мир настоящего, постапокалиптического безумия! Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Их всего трое, а патронов в моем карабине гораздо больше Не совершай непоправимое, Санек Сверкнув глазом, прокаркал седой захватчик, сидящий в середине стола Почему это? Спросил я И откуда ты знаешь мое имя, козел? Мы пришли к тебе с миром Сказал другой стриженный подкотовского хмырь И зачерпнул большой шмат тушенки из баночки Сейчас всех положу, разозлился я А вот это спорное утверждение Засмеялся третий мужик в засаленном бушлате Он и трогал мой револьвер Капец вам Но не успел сдернуть с плеча сайгу Как в висок уперся холодный ствол Я скосил глаза влево Четвертый бандит прятался за дверью Как можно было так попасться? Что это за уроды? Как проникли в мой схрон? Буря эмоций бушевала в душе А эти расхохотались, глядя на мое мучение Успокойся, сынок Утерев слезу, сказал седой Мы ничего тебе не сделаем Он кивнул, и его подручно изобрал мой карабин Это для нашего общего блага И чтобы спокойно вести диалог Я крепко жал зубы, но не приуныл Так что сядь-ка и послушай, что сейчас скажем Стараясь не делать резких движений Подошел и сел на стул рядом со шкафом В голове осталась только холодная злость Козлы не знают всех моих подлян Не догадываются, насколько близки к смерти Если взять вон тот томик с метро 2033 Скрытый механизм поднимет из ретега капсулу со стронцием Вызывая мощнейший радиоактивный фон Козлы получат такую дозу, что через несколько часов кончатся А потом также дистанционно тросом можно капсулу опустить в корпус защиту При этом у пораженных мерзавцев от ударной дозы даже галлюцинации будут И ожоги шкуры И глаз Но это крайний вариант Мне ведь придется как-то свалить из хрона А это тяжело сделать, когда находишься под прицелом Знаешь, почему мы здесь? Потому что ты полный лох Не следишь за безопасностью бункера Да к тебе пролезет даже младе Седой не договорил И отдернул другую книжку Землю мертвых Леска вытащила блокиратор пружинного устройства в стене Под действием пружины кусок двойного ГКЛ выстрелил вперед Тяжелый шкаф с фантастическими книжками опрокинулся прямо на этих уродов Я стулом огрел своего конвоира, пока тот хлопал глазами Добавил в голову с ноги и забрал стволы Свою сайгу и его АКСУ В схроне будет только один хозяин Из-под шкафа доносились вопли-боли Я подбежал и пнул под него Оттуда заорали громче Я узнал хриплый стон Седого Так тебе, падла С другой стороны и начал выползать говнюк, трогавший мой револьвер Перепрыгнув шкаф, я вскочил ему на крестец Мужчина кроваво разбил лицо об доски пола Быстро выдернув его из-под шкафа, я связал лапы всегда бывшим при мне экспандером А на голову бандиту надел грязный кулек из-под мусора, который очутился в поле зрения Под шкафом закричали нецензурной бранью Высунулась покрытая синяками лысая башка Прикладом сайги я добавил на ней мощную гематому Где этот седой черт? Мне не терпелось допросить его, а затем расстрелять захватчиков «Вылазь!» — крикнул я, направив ствол «Не делай непоправимого! Не делай непоправимого!» Захрипел под шкафом седой «Вылазь, сволочь!» — угрожающе повторил я Мерзко кряхтя ублюдок вылез Руки за голову «Чего еще?» — он нехотя выполнил приказ «Жить хочешь?» — спросил я «А ты убьешь, что ли? Да ладно, за что?» — заржал седой «Ты не станешь этого делать, я владею техникой боя, так что...» Он не успел высказаться до конца Стремительный кулак выстрелил в щетинистое лицо Седой упал и закрыл глаза Сходив в кладовку, я принес веревку Связал всех руками за спиной И подтянул к потолочной балке В этом мне помогла ручная лебедка для автомобиля Козлы зашевелились от боли, когда начал подтягивать «А мне плевать на их страдания» Поднатужившись, поднял шкаф и отыскал в обломках стола свой револьвер «Привет, родной!» Крутанул колесо барабана и стало совсем хорошо «Теперь можно и поговорить» Я достал коробку с дротиками для игры в дартс и уселся в компьютерное кресло Седой с ненавистью молчал, нехорошими глазами следя за моими приготовлениями «Ты трахал Ленку?» Неожиданно спросил я «Нет, кстати, где она?» Я метнул дротик, маленькая стрела впилась в щеку пленного «А-а-а-а!» Заорал Седой «Здесь вопросы задаю я!» Рявкнул я «Трахал!» «Нет!» «А кто трахал? Может быть он? Или он?» Я кинул дротики в его дружков Все четверо смешно задергались «Зачем вы ходили в мой схрон?» «Да не ходили мы!» Жалобно крикнул мужчина с разбитым лицом «Не лги мне!» Я кинул дротик «Ай!» Ваш старый друг проговорился Он спросил, где она Очередной спортивный снаряд впился в Седого «Мы торговцы!» Проворчал Седой «Ленка обменивала продукты на...» «Мою тушенку!» «Почему я ничего не знал?» «Развяжи, и мы обо всем поговорим» Я разозлился и запустил в него сразу три дротика подряд «Говори!» «Говори!» «Быстро!» «Расскажи ему, Альберт!» простонал Седой лысой башке. «Ты не один такой выживальщик в лесах Карелии. Есть и другие. А мы организуем услуги для выживших, достаем ценные вещи, может, дрова поколоть или помочь с морепродуктами». «Рыба, кстати, нужна?» — спросил Седой. «Что-то я не вижу никаких услуг от вас». Я не поверил его словам ни капли. «Лена внесла только первый взнос. Ты бы заметил убыток». «Я и так заметил». Кинул очередной дротик. «Ай!» — что она заказала. «Рыба твоя мне нахрен не нужна, предупреждаю сразу». «Она это...» «Она заказала футляр для твоего револьвера». Будто высморкнул фразу Седой. «А мы пришли снять мерку». «Футляр? Зачем?» Я так удивился, что даже забыл кинуть дротик в Седого. «Вроде как на подарок, на Новый год. Ты нас убьешь теперь? Не советую. У нас есть крыша». «Барыги, блин!» Новая информация обескуражила. «Так значит, Лена ни в чем не виновата. Надо сходить за ней, блин!» Я посмотрел на этих засранцев. Что ж, решение проблемы только одно. Они видели скрон. Но делать это здесь... Не хочу пачкать кровью гостиную. Медленно подойдя к Седому, я заглянул в глаза и резко дал под дых. Начал отвязывать, но стали мешать его приятели. Видать, поняли, что сейчас будет. Их тоже угомонил. Кайф. Давно не отрабатывал удары. Пинками погнал безобразную четверку к выходу, в пургу и метель. «Санек, не надо! Друга, надумайся! Не бери грех на душу!» «Зачем тебе это надо?» «Мы тебе таких ништяков раздобудем! Хоч снегоход, а, Саня?» Пройдя немного вперед, я поставил их в ряд, не обращая внимания на унылый гундеж. Грош цена словам и обещаниям в условиях тотального Армагеддона. Теперь я верю только охотничьим патронам двенадцатого калибра. Я поднял сайгу, но тут увидел знакомую фигурку, выходящую из-за деревьев. Идет еле-еле вся замороженная и трясущаяся. «Лена!» «Странно, но я рад ее появлению. Ты вся замерзла», — сказал я, прижимая к себе девушку. «Кто тебя освободил?» «Саша, прости меня!» «Это ты, прости, не разобрался в ситуации. Но я как раз хотел идти за тобой. Ступай в схрон, грейся. Сейчас я закончу кое-какие дела, и... Блин!» Гребаные ушлепки не упустили моменты, как сайгаки бросились вниз по склону, скрываясь в вихрях пурги. Бах, 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 бах! И отстрелял весь магазин. Черт! Ушли гады! Надо продолжить погоню, пока видно следы. «Поменяв магазин, обернулся. Моя девушка медленно оседала в сугроб в полном бессилии. Ладно, хрен с ними. Теперь-то уж точно забудут дорогу сюда». Я поднял Лену и понес в убежище. Прошел с ней в теплую кухню, усадил рядом с батареей. Открыв шкафчик, достал коньяк и налил полную кружку. Трясущимися руками обхватила ее. Стала пить маленькими глотками. Щеки, наконец, привычно зарумянились. «Ты как освободилась, любимая?» Снова спросил я. Она сказала. «Я перегрызла веревку зубами». «Все-таки это любовь». Подумал я и улыбнулся своей лучезарной улыбкой. Сухо треснули ветки под тушкой павшего ворона. Будущий ужин каркнул напоследок и сдох. Я меланхолично сдул дымок. Надел варежки, скрипнули лыжи, скользнув к добыче. Хороша птица. Пуля точно пронзила сердце. Добрых два кило реального мяса. Лена обрадуется. Давно не ели окорочка. Лыжная палка подцепила добычу, которую я спрятал в камуфлированный под зиму рюкзак. И покатил далее. Ветер с некой ленью катил по небосклону черный ковер облаков. Весь мир, как в саванне. Не прекращается унылый снегопад. После ядерной осени приползла наконец реальная ядерная зима. Реальный холод. Реальная жесть. То, о чем читал в другой докризисной жизни в бесчисленных произведениях литературы, смотрел в кино и играл на компе, явилось в одночасье, испортив жизнь остатков людей на планете. Кому-то нужна была эта война. Проклятые скоты наверху кинули кости напоследок, а нам, простым парням, расплачиваться за их гребаную игру. Невеселые думы мелькали в голове, пока ехал по личным владениям. Зато обновил устаревшую от непогоды лыжню. Беда в том, что несколько месяцев назад, когда боеголовки низверглись на головы населения, было еще относительно легко выживать. Спокойно сидеть в схроне, охотиться за животными, которые не понимали, что случился БП, и спокойно паслись в лесу. Чудовищные снежные ураганы сменялись затяжными оттепелями. Можно было даже загорать, что Лена и делала на заросшей травкой кровлеубежище. Благодаря удобной розе ветров нас не зацепило радиоактивное мегаоблако с Мурманска и Северной Европы, где, по слухам, не выжили даже крысы, не то что выходцы из арабских стран. Но теперь конкретный ад походу везде. Лося перебили выжившие, дичь дохнет и проклятый мороз. Даже мне трудно переносить, несмотря на теплое шматье. Иногда шкала градусника падает до сороковника. Боюсь представить приход полярной ночи. Понятно, теперь это надолго. Как пережить ужас ледяной тьмы, голодный паек? Месяц назад запретил Леньке прикасаться к запасам тушняка. Все силы и драгоценное время уходят на поиски добычи. В мороз надо много калорий, иначе кранты. Я запилил кучу дельных ловушек, подробно описанных в книгах по выживанию. Шесть волчьих ям, немеренно самодельных капканов, без счета силков на зайцев и птиц, куда в основном попадает песец. Впрочем, тоже вполне съедобен. Сами понимаете, в такой ситуации привередничать не приходится. Даже девушку заставил готовить что угодно и жрать, хоть и скандалила поначалу. Она вообще много выступает последнее время, особенно после того случая с барыгами. Да, конечно, я виноват. Нужно было как-то жестче ей объяснить, что водить чужаков в схрон нельзя категорически. Она встретила этих уебанцев, когда выходила в лес собрать хвои для ванны. Говорит, хорошие ребята шутили с ней, смеялись, хоть она и испугалась поначалу. Потом уроды напросились в дом, а она их кормила, за что получила в подарок смартфон. И как я не старался объяснить всю глупость поступка, она только обвиняла меня в расстройствах психики и паранойи. Ну, что есть, то есть. Время катилось к обеду. Проверил пару ловушек. Ништяк. Снова добыча. Пусть и худощавая, как смерть, жалкая куропатка. Приободрившись, вышел к развилке. Здесь лыжня замыкала извилистый круг. Направо путь ведет домой в схрон. Налево живет мой друг. Я свернул к Валере. У него большие запасы чая, которые я давно, кстати, не пил. Преодолев несложные шесть кмэ, снял лыжи. Сейчас надо вскарабкаться по бурелому, который наворотил Валера, чтобы скрыть вход. Я поразился такой хитрости, когда бывал впервые. Обогнул приметное бревно, влез в дырку под корневищем. Чуть не порвалась разгрузка с маск-халатом. Дальше просторней. Лас вывел к бронированному люку большой массы. Валера привез его заброшенного бомбоубежища. Я нажал на кнопку звонка. Кто там? Неприветливый ответ из динамика. Пароль. Да кто? Саша? Че не видишь? Пароль. Проскрепел Валерин голос. Параноик занудный. Блин, каракатица девять. Заходи. Щелкнул замок. Я поднатужился, сдвигая люк. Внутри тепло. В бункере паровое отопление на дровах. Длинный коридор ведет в жилые помещения. Все завалено аккуратно нарубленными полежками. Привет, друг мой! Раскинул объятие комрад. Жена спешно накрывала на стол. Теща недобро посмотрела на меня и уставилась в телевизор, где шло шоу талантов, которое ей предварительно записали на винчестер в восемь терабайт. Здоров, Валера. Здравствуйте, Люся. Здрасте, Антонин Петровна. Я повесил сайгу на гвоздик, снял пуховик, шапку, бахилы, чтобы не пачкать дорогой ковер. Опять привел друга алканавта, тунеядцы проклятые! Прошамкала бабка. Мы понимающе переглянулись с Валерой. Давай, за встречу! Давно не заглядывал. Он разлил самогон по кружкам. Давай. Мы выпили и заели пойло макаронами с гуляшом из медвежьего сала. Хорошо. Уютно потрескивает печь. Закипел чайник. В соседней комнате бесятся дети. Как там? На поверхности? Спросил Валера. Неделю не выходил с тех пор, как вытащил мишку из берлоги. Да херово! Ответил я. Обрисую в двух словах ситуацию. Зверя мало. Холодно. В среду заявились ухари на снегоходах. Штук шесть. Финны чертовы. И чё? Заинтересовался Валера. Очередь дал из корда. Писец козлам. Правильно. Засмеялся Валера. Нече всяким ублюдкам русскую землю топтать. Люсичка, налей, будь ласка, чайку гостю. Оружия у них немного было. Так, пара ружей и калаш. Снегоходы в речке утопил. А это зря. Почему? Топлива-то нет у меня, а у них всего по полбака. Валера налил в блюдечко ароматный душистый чай, отхлебнув и сделав невесёлое лицо, сказал. Мутные мысли меня терзают, Александр. Дети, тихо! Ну? Тушёнки на два года осталось. Понимаю. Та же беда. Надо что-то предпринять. Надо. Сидим, как хомяки, в норах. А что поделаешь? Удивился я. Да. Страна в оккупации. Пиндос, говорят, даже в Кандалакше засел. Я тут подумал. Валера расчесал непослушные патлы. А может, не только у нас кирдык? Пади наши отстрелялись по штатам. С чего ты решил? А с того, Саня, что уже столько месяцев прошло, а мы их даже не видим. Сидят гады на базе и носу не кажут. Где зачистки? Где беспилотники? Где каратели? Так что всё фигня. Нет никакой оккупации. Но я как-то об этом не думал. А подумай. В общем, план таков. Вчера заходил Егорыч с парнями. Он поднимет всех выживальщиков в округе. Будем брать Кандалакшу. Тушёнка тушёнкой, а патрон раньше кончится. Такие дела, Санёк. Много нас будет. Стволов пятьсот-шестьсот. Утопим пиндоса в крови. Хорошо. Мне понравился этот план. Когда выходим? Когда бой? В субботу, 15 ноября, на 117-м километре, в 23.45. Валера скосил глаза на тёщу и перешёл на шёпот. Честно говоря, запарило уже дома торчать. Это старая калоша житья не даёт. Я хоть к чёрту на рога, лишь бы из дома подальше. Ладно, не стани. Можешь на меня рассчитывать. Твёрдым голосом сказал я, поднимаясь. Моя сайга не подведёт. Я вытащил из кармана пакет финских пряников и фонарик тика. А это детям подарок. Чуть не забыл. На поверхности от души веселился стылый ветер, качая промороженные стволы сосен. Поспешу к дому. Надо готовиться в поход. Осталось два дня. Вот Ленка реветь будет, переживать. Ну ничего, пообещаю какой-нибудь подарок. Журнал «Космо» или косметический набор для Харри. Надеюсь, кандалакширы сживу сипрезиками. Только б сначала пиндосов вырезать, а то далеко зашёл в фантазиях. Через полчаса выбежал на поляну перед своим схроном. «Блядь!» Что-то не так. Дверь убежища сорвана с петель, кругом чужие следы и всякие вещи. Я заорал. Сорвав карабин и скинув лыжи, бросился внутрь. «Лена!» – крикнул я. Холод молчания встретил схроне. Среди разгрома гуляет ветер, Лены нигде нет. Неизвестные уроды пытались поджечь жилища, но не знали, всё обработано антипожарной пропиткой. Огонь только слегка попортил шкаф и книги с фантастикой. Вот же твари! Они забрали Лену и разорили кладовую. Даже не знаю, что хуже. Несколько секунд стоял, взгляд в пол. Массивные плечи дрожат от горя и злобы. Дышу медленно сквозь зубы. Вытащив револьвер, крутанул тяжёлый барабан. Верное оружие дарит уверенность. Укрыв полярной маской щетинистое лицо, я двинулся в беснующуюся бурю ледяной мглы. Проклятый ветер выморозил щёки под маской. Я забежал обратно в разрушенный схрон. Прикинем всё логически. Идти сейчас на поиски Лены просто опасно. Это ни к чему не приведёт. Только к моей бессмысленной гибели в пурге. А я ведь могу послужить Отечеству, лежащему в ядерных руинах. Не, идти нельзя. Убрав револьвер, стал готовиться к ночёвке. От усталости ломит всё тело. Наверное, не стоит чинить сейчас дверь. Вытащив из чуланчика снеговую лопату, стал закидывать вход кусками мороженого снега, пока не осталось узкое отверстие. Туда я нырнул, как проворный горностай. Дырку пришлось заткнуть старой Ленкиной дублёнкой, валявшейся на полу. Включились инстинкты выживальщика. Неплохо бы затопить печь. Я зажёг свет. Отлично. Светодиодные плафоны мерзавцы не тронули. И чуть не заорал. О, боги! Нет, только не это! В моей прекрасной титановой печи, изготовленной на заказ в Тагиле, зияют чёрные пулевые отверстия. Надо искать выход из ситуации. Пусть смеётся безжалостная злодейка судьба. Если затоплю печку сейчас, задохнусь в дыму. Если не разожгу, смерть в стальных ладонях холода. Офигительные перспективы. Вариант, конечно, спуститься в бойлерную критегу. Но что-то я переживаю за свои бубенцы. Это может плохо сказаться на потомстве. Шевелись, жопа! Это я себе. Башку ничего не лезло. Как тушканчик скакал и плясал от холода, вспоминая советы по выживанию зимой. По идее, всё сводится к тому, что нужен костёр. Главное, поддерживать всю ночь. Не вариант. По понятным причинам. Как я буду спасать Лену, если не высплюсь? Да и огонь может демаскировать. Мало ли кого занесёт ночью. Надо заделать дырки в печке, но чем? Вот я мудак. У меня же есть несколько пластин титана. Тоже прислали из Тагила вместе с печкой, как ремнабор. Вот моё спасение. Со всей прытью кидаюсь чулан. Вскоре нашёл нужный пакет. Надпись «Магнит» чуть не вызвала слезу ностальгии. В нём пластинки титана и два тюбика печного герметика. Осталось после монтажа печки и трубы. Один тюбик целый, второй почти полный, надет на монтажный пистолет. Я спасён. Однако есть охерительная проблема. Герметик в тубах замёрз и стал как камень. Что ж, придётся греть пылающим жаром своего тела. Взяв тюбик, сунул ледяную дрянь под мышку. Прижал. Пипец, как неприятно. Только воля к жизни и жажда отыскать похитителей девушки позволяют вытерпеть это. Пока герметик размораживается в жаркой подмышке, проведём ревизию. Козлы утащили буквально всё. Жратвы ноль. Патронов тоже ноль. Из оружия то, что брал с собой. Калаш, револьвер и сайга. Только ради этого стоит найти сволочей и жестоко наказать. Тут мой отточенный взор выхватил в груди убитых вещей литровую бутыль маслосинтетики. Я улыбнулся. Знаю, как достать уродов. Наконец тюбик отогрелся. Обмазав пластинки титана герметиком, залепил дыры в печке. Еле сдерживая слёзы, растопил печурку с помощью книжек с фантастикой. Скоты стоптали мою библиотеку, разбросали по полу. Печь вскоре загудела. По схрону разлилось волшебное тепло. Улыбнулся. Аж от сердца отлегло. Поставив бутыль с маслом ближе к печке, отхлебнул из фляжки коньяк. Детали мести рисовались перед глазами. С этими сладкими мыслями безмятежно заснул. Наутро, позавтракав окорочком из ворона, выглянул наружу. Погода улучшилась, практически штиль. Что как нельзя лучше соответствует моим боевым планам. Вернулся в схрон, нашёл кувалду, свернул в трубочку ковёр и убрал в сторону. Топнув ногой по бетонной стяжке пола, со всей дури размахнулся и начал бить кувалдой. Пол затрещал. Я бил снова и снова, вкладывая в удары всю силу моей злости. Дело сделано. Тяжело дыша разгрёб куски бетона. Вот он, заветный деревянный ящик. Не думал, что когда-нибудь открою его. Стряхнув пыль, я поднял крышку ящика. В нём мощный двухтактный мотор, деревянный пропеллер и другие детали конструкции. Как всегда, перед полётом всё сжалось в глубине внутренностей и я поспешил навестить уборную. Скоро предстоит покинуть уютную твердь земли и отправиться в воздушное, полное злой турбулентности путешествие в поисках Лены. Кого хочешь, это напугает. На парамоторе не летал больше года. Ещё перед войной моя паранойя подсказала это решение. Нашёл в интернете лётную школу, записался на обучение. Пришлось отдать довольно приличную для меня сумму около 50 тысяч рублей. Использовал деньги с кредитки. Сделал это с лёгким сердцем, так как в преддверии большого пиздеца ничего не собирался отдавать проклятым банкирам. Я знал, этот навык пригодится мне после апокалипсиса. Научиться летать, чтобы выслеживать из-под облаков дичь, мародёров и группировки противника. Первый месяц обучения искусству полёта был самый тяжёлый. Инструктор крайне удивился. Я пришёл на тренировку в полной боевой амуниции. Патронтаж, рюкзак, сайга, тактический шлем и противогаз. Наврал ему, что увлекаюсь страйкболом. «Ну что ж, солдат!» С ухмылкой сказал инструктор. «Приступим к наземной подготовке». И нацепил на меня силовую установку. Я чуть не опрокинулся. Килограмм сорок. Потом он пристегнул карабином свободные концы параплана и, хлопнув меня по шлему, заорал. «Беги, беги, беги!» Ломанулся вперёд, как ошпаренный конь, напрягая всю силу своих стальных мышц. Когда крыло шелестом надулось за спиной, ноги поскользнулись, и я грохнулся плашмя. Хорошо на лице был противогаз, а топ наелся земли. Тренер закурил сигарету и покачал головой, пока я пытался встать. Этот день стал днём боли. Я падал много, очень много раз, пытаясь выдернуть крыло над головой. Потом вечером долго вычищал от грязи сайгу и стирал обмудирование. Целую неделю перед следующим занятием я прокачивал свои крепкие ноги с помощью приседаний в полном снаряжении. Для утяжеления использовал также ящик с тушёнкой. «А, снова ты!» — поднял брови воздушный сенсей. «Думал, тебе хватило прошлого раза?» «Ага, конечно!» «Деньги-то уже заплачены!» Я только сверкнул взглядом из-под противогаза, показывая свою несокрушимую решимость. В этот день я тоже падал, но уже меньше. Пробегал с крылом над головой уже метров по сто. Инструктор довольно кивал и подбадривал меня. Потом начались занятия без крыла, но с заведённым двигателем. Учился управлять тягой. Один за другим ломались деревянные винты от моих неудачных стартов. И вот, наконец, в один из пасмурных дней я полетел сам. Я заорал. «Как же здорово!» Изо всех сил сжал ручку газа, и меня стало поднимать вверх. «Ну и как теперь стрелять с сайгой?» Руки заняты клевантами и газом. Надо будет что-то придумать. Собрав парамотор, я засунул ладони в тепло моего паха. Пришлось работать без перчаток. Чуть не отморозил свои проворные пальцы. Вскоре они отогрелись. Я вытащил из мешка и принялся разворачивать хрустящую ткань параплана. Потом ещё полчаса распутывал стропы. Они все перекрутились, как змеи в брачный период. Наконец, справившись с этой бедой, подстегнул параплан к силовой установке. Ниже 15 градусов не рекомендовалось летать на парапланах. Могла потрескаться пропитка ткани. А сейчас мороз под тридцатник. Насрать. Я всё равно спасу Ленку. Ничего с крылом не сделается. Я удовлетворённо закурил и посмотрел на дым. Лёгкий слабый ветерок как раз дул в нужном направлении. Взлетать гораздо проще против ветра, а он дул вдоль моей полянки. Надеюсь, мне хватит места для разгона и не зацеплю те грёбаные ёлки. Нырнув в жаркую теплоту с хрона, я отыскал канистру с бензином, потом бутыль с синтетическим маслом. Аккуратно перелил в канистру нужное количество – 1 к 20. Я с чёткостью помнил инструкции, что если не добавлять масла, движок попросту сгорит. Плотно закрутив крышку, я начал трясти и крутить канистру, чтобы масло поскорее перемешалось. На улице перелил топливо в бак – 10 литров. Хватит на 4-5 часов, если сильно не газовать. Главное – не замёрзнуть наверху. Ничего, у меня есть коньяк. Буду прихлёбывать его в полёте, чтобы вернуть тепло в конечности. Остался пустяк. Я даже слегка занервничал. А вдруг мотор не заведётся на этом злобном морозе? Надо подкачать бензик с помощью резиновой груши. Топливо с хлюпанием побежало в движок, наполняя камеру карбюратора. Замиранием своего храброго сердца дёрнул ручку стартера. Есть, конечно, электростартер, но он по-любому бесполезен. Аккумулятор наверняка разрядился. Ничего, в полёте зарядиться. Только б завести эту хреновину. Со второго или третьего раза мотор наконец робко пёрнул, выпуская облачко сизого дыма из глушака. Но не завёлся. Дёрнул ещё. Только б свечу не залить, блин. Может, хайло ему открыть? Я взял ручку газа и полностью выжал максимум. Другой рукой снова рванул стартер. Ну, давай же! Есть! Установка ожила, утробно зачухала. Я тут же отпустил газ. На максимальных оборотах меня могло опрокинуть. Но как только сделал это, движок тут же заглох. Ну, чё такое? Сплюнув, вытащил из кармашка мультитул. Отчаиваться не в моих суровых правилах. С норовистыми движениями выкрутил свечу. Проклятие! Так и есть, залито. Да ещё такой слой нагара. Удивительно, что вообще движган подхватывал. А запасных нет, блин. Вернувшись, Хрон сунул свечу в дырку печи, чтобы она просохла на жарких углях. Интересно, что там с Леной? Мне оставалось только надеяться, что эти бандиты апокалипсиса ничего с ней не сделают. Помотав головой, глотнул из фляжки, отгоняя прочь плохие мысли. Надо думать позитивно. Решил я и, надев рукавицу, достал раскалённую свечу. Ножом соскрёб с неё нагар. Вроде чистенькая. Ништяк. Может, ещё как-то нагреть башку двигателя, чтобы уж наверняка завёлся. Печально, что нет паяльной лампы. Я огляделся и поднял с пола книгу. Метро 2033. Никогда особо не нравилось. Дочитал только потому, что моя любимая тема – выживание и ядерная война. Усмехнувшись, безжалостно вырвал несколько страниц. Вкрутил свечку на место, свернул в трубочку, поджёг листы бумаги. Поднёс пламя к двигателю, стараясь не подпалить ремни редуктора. Закончив дело, потрогал. Вроде тёплый зараза. Скорее, пока не остыл, я дёрнул стартер. Мотор бодренько застрекотал на холостых. Меня наполнила гордость от проделанной работы. Надо прогреть как следует. Я направил вращающийся пропеллер в сторону от крыла, чтобы его не полоскало воздушной струёй. И начал потихоньку увеличивать обороты. Чуть не отбросило. Есть тяга! Я уперся в силовую установку, с трудом удерживая её. И радостно засмеялся. Начал бегать по поляне, утрамбовывая снег. Если на старте упаду с работающим двигателем, можно повредить винт из тропы. Потом проверил боеприпасы. Любую проблему можно решить, если их много. Пять магазинов с кортечью и дробью к сайге. Сотня патронов для револьвера. И четыре гранаты на разгрузке. Не густо. Надеюсь, этого хватит, чтобы убить моих врагов. Поверх перчаток натянул непродуваемые рукавицы краги. Моё лицо скрыло полярная маска. Чтобы не отморозить глаза, надел очки, которые позаимствовал у гостей из Финляндии. Резинка как раз хорошо удержит на голове купюшон, отороченный мехом волков. С кряхтением, надев на плечи парамотор, застегнул все пряжки. С грустью посмотрел на своё разорённое убежище. Мой схрон. Ничего. Скоро я отомщу гадам и сделаю всё, как раньше. Подав газу, побежал вперёд. Больно лупит в живот висящее на шее сайга. Одновременно я тянул лямки, чтобы вывести крыло ровно над головой. Почему стало заваливать влево? Сейчас меня уведёт с тропинки в сугроб. Не прекращая бежать, я отпустил правый свободный конец и потянул правую клеванту. По тени на снегу я увидел, что крыло вернулось куда надо, прямо надо мной. Выжил полный газ. Тропинка кончается. Слегка подтянул обе клеванты, и меня оторвало от земли. С ужасом я увидел приближающиеся ели. Тянут свои заснеженные лапы. Высота набирается недостаточно быстро. Главное, не зацепить стропами, а то намотает на дерево и моим боевым планом хана. Чуть повернул большой просвет между ёлок. Ништяк. Мрачная тайга ушла вниз. Усевшись поудобнее, решил набрать метров пятьсот. Зафиксировав газ в нужном положении, бросил клеванты. Потом достал из кармана на колени специальные приспособы. Сам изобрел, чтобы управлять парапланом и одновременно вести огонь по мерзавцам. Это удлинители для клевант, строп управления. На старте они бы путались под ногами. Зацепил на ручках клевант маленькие карабинчики. От каждого карабинчика идет стропа, на другом конце которой я привязал резиновые гимнастические кольца. В них я вставил свои тактические зимние ботинки. Теперь поворачивать можно с помощью ног. А ручка газа, надетая на левую варежку, особо не помешает. Поднявшись где-то на полкилометра, обнаружил, что стало теплее. Даже не понадобился коньяк. Должно быть, холодный воздух опустился вниз, ведь он тяжелее. Я сбавил обороты и перешел в горизонтальный полет. До боли в зрачках вглядывался в дебри леса, пытаясь разглядеть грабителей. Куда же они ушли? Полетел по расширяющейся спирали вокруг схрона. Надо осматривать в первую очередь просеки и дороги. Ублюдки вряд ли стали бы ломиться сквозь чащу. Сверху вся местность словно в гугл-мап. Повернул к ближайшей прогалине. Вроде бы там какие-то следы. Лыжня или след снегохода. Посмотрел сквозь прицел сайги. Точно, снегоход проехал. Недавно. След свежий, ведь ночь убесновалась пурга. Далеко уехать не могли. Я кровожадно усмехнулся, рисуя в уме планы мести. Вскоре след вышел к замерзшей поверхности небольшой речки. Она петляла, как каракатица. Я летел, следуя всем изгибам, словно хищный коршун. Как лучше сделать? Обстрелять из ружья, когда найду? Или кинуть гранату? Опасно. Могу зацепить Лену, повредить ее приятное тело. Только б догадалась не высовываться. Внезапно увидел какие-то приближающиеся снизу точки. Глянул сквозь прицел. Птицы. Вороны, похоже. Почему они летят ко мне? Залетел на их территорию? Быстро догоняют. Капец, какие крупные, блин. Одна из этих тварей, самая большая, кинулась мне в лицо. Если б не очки, я бы остался без глаз. Отпихнул пернатого монстра. Еще не хватало, чтобы ее засосало в винт. Остальные птицы приняли стерзать крыло параплана. Охренели совсем! Закричал я. А ну пошли вон! Не дай бог порвут стропы. Запасного парашюта нет ни хрена. Схватив сайгу, я снял варежку. Она повисла на специальной резинке. Убрал предохранитель и принялся угощать крылатых хищников картечью. В воздухе заметались перья и ошметки мяса. Кажется, попал в нескольких. Хмыкнул я. Вороны с мерзким карканем отлетели прочь. Получили, твари! То-то же! Но что это они делают? С ужасом увидел, как эти птеродактили собираются в плотную стаю. Они разворачиваются ко мне. Ну что ж, я вытащил гранату. Другого выхода просто нет. Дал полный газ. Нужно набрать высоты. Вороны отчаянно закаркали, когда я оказался над ними. Дернув чеку, отсчитал пару секунд и метнул прямо в стаю. По барабанным перепонкам ударило взрывной волной. Просвистели осколки, но, к счастью, ни один не попал в крыло или в меня. Огляделся. В воздухе висит лишь облако дыма и перьев. Ништяк. Но столько мяса зря пропало. Да и гранату жалко, конечно. Короткая схватка разбушевала мое нутро. Хочется больше убийств. Но где же вы, уроды, похитившие мою любимую? Неплохо бы взять их в плен, а потом допросить, применяя жестокие пытки. Фантазия у меня богатая. Козлы точно расскажут, где их убежище. Там наверняка есть чем поживиться. Тут мой взгляд засек струйку дыма внизу. Похитители расположились лагерем на берегу реки. Четыре снегохода с прицепами, с моим добром, стоят прямо на льду. Пообедать решили, упыри. Я прямо представил, как они вскрывают мою тушенку и макароны. Меня затрясло. Впрочем, ладно. Сейчас главное, чтобы не заметили и не подстрелили. Параплан довольно медленно летит. Попасть легко. Повернув в сторону и сбросив газ, начал снижаться над лесом, примерно в километре от бандитов. Теперь я вне зоны их видимости. Запомнив направление, полетел, чуть ли не касаясь валенками верхушек деревьев. Вытащил и приготовил две гранаты. Я вынурнул из-за елок прямо над этими неудачниками. Они, конечно, услышали рев мотора, но не смогли понять, что это и откуда, пока не увидали карающее возмездие с небес. И сейчас бестолково носились по лагерю. «Лена, прячься!» Заорал я, уходя на новый вираж. Гранаты полетели вниз. Одна разорвалась прямо в их гребаном костре. «Ну что, похавали чужой тушеночки, придурки!» Другая взорвалась возле снегоходов. По мне начали палить. Только б не попали в бензобак, он прямо за моим копчиком. Оглянулся перед тем, как скрыться за елями. Кто-то валялся на снегу, но несколько говнюков достали свое оружие и целятся в меня. Осталась всего одна граната, и теперь они меня ждут. «Сделал большую петлю над лесом. Теперь пойду по касательной над самым краем растительности. Не буду вылетать над рекой, чтобы не попасть под огонь. Вот вам еще гостиниц!» Со смехом метнул последнюю гранату. Крыло слегка вздрогнуло. Я глянул вверх. «Святые угодники!» Ближе к краю параплана виднелась рваная дыра. «Проклятие!» Впрочем, на летные качества это не особо повлияло. По крайней мере, неощутимо в горячке смертельной схватки. Плотно взял в руки верную сайгу. Надеюсь, они поняли, с кем связались. Подлетая на очередном заходе, я заранее направил ствол вниз. «Сейчас угощу вас кортечу, мои дорогие друзья!» И принялся от души палить. Негодяи попрятались в лесу. Внезапно с ближайшей елки на меня прыгнуло обезумевшее тело с перекошенной от ярости харей. Оно вцепилось в ногу, пытаясь вырвать сайгу. Резко повело в сторону. Я закричал, выжимая полный газ, чтобы не рухнуть на лес. Мотор захлебывался, мы поднимались еле-еле, постепенно уходя в спираль. Злодей тем временем изловчился и треснул мне в пах. Чудовищная боль пронзила насквозь. Я ответил прикладом сайги прямо в рожу. Чувак вскрикнул, сплевывая кровь, но не упал, как я рассчитывал. Пока мы боролись, я не уследил за высотой, и мы на полной скорости влетели прямо в крону роскошного кедра. Раздался треск. В щепки разлетелся пропеллер, повисли на стропах. Крыло надежно зацепилось за ветки. Вот это косяк! Зато незваного пассажира насквозь проткнуло острым суком. Гаденыш еще трепыхался, с удивлением глядя на меня. Это же он трогал тогда мой револьвер в схроне, месяц назад. Я улыбнулся и в упор отправил заряд картечи в тупую башку. Протерев очки от мозгов и кусочков черепа, начал выстегиваться из подвески. Нужно быстрее слезать, сейчас остальные будут здесь. Жалко, блин, параплан. Может, еще получится его забрать. Быстро опустившись по толстым веткам, спрыгнул снег. «Он там, пацаны, обходите его!» Услышал я крики. Поменял магазин сайги. Выглянув из-за дерева, я увидел запыхавшегося мужика с перемотанным изолентой калашом. Крадется в мою сторону. Я пальнул в него, почти не целясь. За это я люблю картечь. Мужика снесло к чертям. Заснеженные ветки окрасились кровавым винегретом. Со всех сторон засвистели визгливые пули. Уже обошлись, суки. Я инстинктивно сжался под деревом. Надо было бежать, но снег тут дьявольски глубокий. Козлы, похоже, не жалеют патронов. Даже не могу высунуться, чтобы убить еще парочку. «Сдавайся, сучара!» «Ага, не дождетесь!» «Ловите гранату!» Воскликнул я и кинул пустой магазин. Стрельба прекратилась, как и рассчитывал. Бросился вглубь леса. Похоже, эти не заметили мой маневр. Пули снова забили в этот несчастный кедр, где прятался до этого. Бежится тяжко. Я утопаю снегу. Надо, чтобы они ринулись в погоню по моим следам. А я просто спрячусь и перестреляю всех поодиночке. Они также будут тормозить в этих сугробах. Я хитро улыбался своему плану на бегу, то и дело оглядываясь назад, когда прямо передо мной возник небритый чужак в берете и с ремингтоном в руках. От неожиданности даже не успел выстрелить. Мужик оскалился и треснул прикладом в мое удивленное лицо. Падая, заметил сквозь темнеющее сознание снегоступы на его ногах. С возвращением в реальность Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.